Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как рисовать фигуру в векторе. Есть много разных школ, которые рассказывают о том, как лучше нарисовать, как лучше строить. Кто-то начинает со скелета, кто-то начинает с объемов, с мышц, кто-то начинает именно с пропорций, головами все меряет. В векторе можно нарисовать по-другому. И я покажу этот способ. Иногда его называют в чем-то нечестным, потому что что-то идет как срисовывание. Иногда называют то, что не надо уметь рисовать. Это именно такая возможность, когда вы можете собрать своего идеального человечка. И я покажу, в чем особенности работы именно в векторе и как это сделать. Но перед тем, как рисовать фигуру, я бы порекомендовала сходить и посмотреть на то, какие типы фигур бывают. Сейчас я нахожусь на Пинтересте. И в Пинтересте у меня подборка это модельный кастинг. Здесь девочки, видите, они в купальниках, стоят в обычных стационарных позах. Вот фронтальная поза. Есть которые на каблучках, есть которые без каблучков. И мы понимаем то, что фигуры у всех абсолютно разные. И я сейчас смотрю именно позу, которая статичная, которая девочка стоит прямо. Конечно же, желательно на каблучке, потому что в этом случае будет нога по-другому смотреться в голени, будет по-другому смотреться в коленке. Еще мне присылала одна из моих подписчиц, но я не буду это показывать, потому что меня забанят тогда социальные сети. Ссылку, в которой показывался подбор актеров для порнофильмов. И очень интересно в том плане, что там тоже стоят девушки обнаженные, и прям видны их тела. Вот если вы просто от себя наберете вот этот кастинг, и посмотреть его для изучения анатомии, очень здорово. У вас девочка стоит, видна ее грудь, видны ее бедра, видны ее ноги. Понятно, как там происходит все, понятно, какой цвет кожи, как это распределяется. Такой вот исследовательский анализ, он очень полезный. Обязательно сходите, посмотрите. Вот я сейчас смотрю на подборку девчонок. Есть девочки со светлой кожей, есть более темной кожей, есть там с искусственным загаром. У кого-то высокие плечи, у кого-то низкие. У кого-то ярко выраженные талии, у кого-то нет, у кого-то ножки там подлиннее, попрямее, у кого-то покороче. Пропорция тела относительно какой длины торс, какой длины ноги. Это все-все-все вот здесь видно. То есть все равно насмотренность на тело, она нужна. Есть и пышечки. Ну вот я сейчас просто смотрю классику, да. Но если начать дальше мотать, то вот я сейчас перед подборкой это делала. У меня здесь попадались и спортсмены, и при этом попадались плюс-сайз модели, и попадались мужчины. То есть такая вот общая подборка. Пинтерест, он вообще здорово все это показывает. Специально не делала подборку девчонок, которые идут на подиуме. Мне нужны были стоящие. Я еще накануне сделала подборчик. Сейчас я вам покажу, что я выбрала, что буду использовать для рисунка. Вот такая у меня подборка. И вот смотрите, здесь есть просто стоящие девчонки, есть девчонки в разных позах. Покажу, как нарисовать девочку, а потом ее поставить в разные позы. Вот этим вектор он отличается. То есть вы можете просто отрисовать один раз, а потом ее моделировать в разные позы. Тоже это очень удобно. Чем-то это напоминает анимацию или марионетку. Классический, конечно, вид, когда девочка идет одна нога впереди, одна сзади. Но это все легко моделируется. Вот у меня есть несколько девчонок. Сейчас я посмотрю, у кого... Мне вот у этой ноги понравились. Мне у нее не понравились плечи, но мне у нее понравились ноги. Она очень плечистая девчонка, такой треугольник. Кстати, вот тоже, чтобы изучить, а как выглядит фигура, да, там треугольник, прямоугольник. Вот смотрите, две девочки, обе модели, обе... Ну, вот это только на каблучке, на небольшом. И сразу вот пропорции, да, обе красивые, обе там молодые. Насколько высока линия купальника. У этой сразу кажется ноги безразмерные, да, немножко каблук, уже она выше смотрится. У этой плечо вот оно более мягкая форма, а здесь вот оно более ярко выраженная форма. И вот он, например, треугольник виден, а здесь вот больше стремится к прямоугольнику. То есть поизучайте фигуры, походите, посмотрите. Это очень полезно для рисунка. Поэтому ничего в этом страшного нет. И как вот мне рекомендовали, именно подборка для порно-фильмов актрис. Потому что почему именно их? Они там обнаженные, там разные фигуры обнаженные. Такого, ну, редко где можно найти. Все есть книжки по рисунку, где есть фотографии натурщиков. Но все-таки чаще можно найти девочек моделей в купальниках. Притом, скорее всего, они будут в какой-то позе. А чтобы еще была открытая грудь и посмотреть, как формируется грудь, как формируется объем, уже сложно. Вот те девочки вам обязательно помогут. Вот сейчас, что я буду делать. Я нарисую торс, притом буду рисовать его частями. Частями. Нарисую голову без лица, без волос. Нарисую, соответственно, руки и ноги. Рисовать буду по одной руке, по одной ноге. Потом их раззеркалю. Вот. Давайте начнем. И после этого мы соберем нашу с вами девчонку. Это Adobe Illustrator. Сейчас мы ножичку тут. Вот эта нога мне понравилась. И я предпочитаю рисовать правые ноги. Ну вот. Я знаю, что все по-разному. Если выбирать одну из ног, я всегда рисую то, что справа. Так вот у меня повелось. Мне удобнее. Но есть люди, которые левши. Или которым просто слева удобнее рисовать. Поэтому то, что я рисую одну ножку, это ничего не значит. Значит, что мы делаем. Мы рисуем ножку до коленки. И вот эту вот коленную чашечку сейчас мы вот так вот обрисуем. Нога у нас будет состоять из трех частей. Соответственно, вот эту вот всю неровность нам не нужна она. Потому что это уже в рисунок не пойдет. Мы сейчас немножко загладим. Есть такой инструмент сглаживаем. И, кстати, смотрите. Когда мы говорим с вами про вектор, то здесь мы говорим про перо. У меня в курсе, я когда учу людей, у меня есть прям по перу прописи. Так называемые. И эти прописи нужно прорисовать, грубо говоря, прорешать, набить руку. После того, как вы это делаете, вам становится намного легче работать с перышком. Так, вот она у нас щеколотка. Значит, сюда мы тоже выходим. Сейчас мы с вами создаем... Вот если вы себе представляете, как выглядит марионетка, да? Она двигает ножками, она двигает ручками. Вот то же самое мы сейчас с вами создаем. И теперь ножку нам ее нужно нарисовать, чтобы у нас получилась щеколотка. При этом девчонка стоит на не очень высоких каблуках. Но каблук можно будет по желанию потом ей подправить. И чтобы не получилась такая лопата-оглобля. Это тоже надо аккуратно делать. Не думайте, что это вот так вот прямо взяли, срисовали и все просто. Нет, здесь тоже головой надо подумать. Понять, куда какая линия идет, как они будут смотреться, как они будут воспроизводиться. Поэтому аккуратно. Но эксперимент я бы рекомендовала поставить, нарисовать тебе девчушку. Так, это ты, точка. Сейчас ее поправим, чтобы было все плавно, чтобы было мягко. Соответственно, вот они, точки, которые будут между собой пересекаться. Ножку мы нарисовали. Теперь я сейчас посмотрю, откуда мне будет удобнее сделать торс. Давайте будем с этой девочкой делать. При этом мы сейчас торс нарисовать нарисуем, но потом мы его все равно доработаем так, как будет нужно. То есть это не финальная такая стадия. Это просто первый такой набросочек нашего торса. Рисовать я его буду половинку, чтобы потом раззеркалить. То есть по кусочкам сейчас соберу свою идеальную девочку, с которой затем буду работать. Так что все не так просто. Эта линия у меня должна получиться вертикальная. Вот она у меня завертикалилась. Так, сейчас мы их соберем. Соответственно, здесь у нас будет отражение. Вот она у меня бедро в бедро попала. Соответственно, это можно собрать. Мне нужна палитра. Называется она обработка контуров. Сейчас я показываю, как я рисую. Это не совсем туториал, когда можно повторять. Делай раз, делай два, делай три. Это именно больше на понимание того, как это происходит в программе. Поэтому, если вы вдруг что-то не понимаете, вы мне можете задать этот вопрос в комментариях. Но имейте в виду, это скорее демонстрационный такой момент, чтобы показать, а что можно делать. Потому что разбирать каждый инструмент, который я использую, у меня есть для этого курс. Я там это разбираю. Есть книга. Можете элементарно хотя бы на YouTube покопаться, в Google спросить. Достаточно долго, если я сейчас буду все это рассказывать. Мы не влезем даже в часовой лимит. Можете смотреть, пробовать, повторить. Будут вопросы, задавайте. Но если знаете как, то у вас там проблем не должно возникнуть. Так, вот она у меня получилась. Это место как раз в сопряжении. А вот руки я с нее рисовать не буду. Мне ее руки не очень нравятся. А вот шейку мы нарисуем. Соответственно, тоже мне нужна половина шеи. Видите, программа сама подсказывает, когда я попадаю в точку, когда вот такая кривизна, ее потом можно флоп и убрать. Шею придется заужать относительно реально девчонки, потому что, когда мы делаем иллюстрацию, нам хочется, чтобы шейка была такая маленькая, худенькая, узенькая, а по факту она достаточно широкая. В общем, очень мало людей, у которых прям такая вот худая-худая-худая шея. Чаще всего они имеют какой-то объем. Вот. И лицо. Сейчас тоже половинку сделаю. Голова. Тут надо не забыть про объем. Тут у нас будет ушко. Ушко. Видите, я не то, что прям срисовываю ее, да, я просто собираю с нее ну, пропорцию какую-то определенную, линию, ну, не прям вот взяла и перерисовываю. То есть она мне служит таким ориентиром. Голова сейчас тоже у меня пойдет на заужение. И это уже вот нарисованность, насмотренность, на практика. То, что я сразу там понимаю, где мне надо будет заузить, где расширить, потому что просто элементарная практика. Вот здесь надо будет поднять. Вы тоже к этому со временем придете, покопируйте кого-нибудь, посмотрите на девочек, нарисуйте их пару десятков, и у вас сразу как-то полегче будет с этим. Так, голову мы забрали. У меня теперь для девочки не хватает руки. Но здесь вот мне не нравится плечик, и поэтому плечик я заберу у этой девочки. Какой-то у нас конструктор получается. Соответственно, вот она форма плеча. И руку мы тоже рисуем, соответственно, как у марионеточки, чтобы она могла двигаться. Вот здесь. Потому что мы потом будем ей придавать разные позы, а чтобы придать разные позы, нам нужна подвижность. Соответственно, какие у нас с вами основные суставы? Кричевой сустав, локтевой сустав, бедерный сустав, коленный сустав. Все эти суставы мы обозначаем. Ну, конечно же, и запястье, щиколотка, она нам тоже нужна. Так что, эти все моменты прорисовываем. И когда будет накладываться тут на другу, будет ощущение, что происходит формирование локтка. Такая вот маленькая хитрость. Ручки. Ручки всегда даются сложно. Честно могу сказать. И я тоже небольшой фанат рисунка рук. Вот. Но их надо сделать. Можно сделать как вот здесь, но она тогда будет смотреться немножечко таким крючочком. Поэтому я сделаю руку с четырьмя пальцами. Вот так большим и четыре. Другие пальчика. Соответственно. чтобы они были. Вспоминаем длину. Как правило, указательный у нас самый длинный пальчик. Потом у нас идет средний, потом безымянный и маленький мизинчик. Пальчик должен быть аккуратный. Если нам что-то не понравится, это вектор. И вектор позволяет исправлять все вообще прям. Ну, сколько хотите, только и правьте. Здесь не будет замысленности, здесь не будет замученности, здесь не будет даже видно, что вы где-то что-то правили, потому что такой тип графики. Вот там у меня я чувствую, что пальцы как-то не очень встали. Сейчас мы вставим. Эти две точки надо сюда поближе. Ну, допустим, как-то так. Мы ее оставим, все равно сейчас будем собирать и будем еще править, 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 править. Так. Вот она моя рука. Будет она жить у этой девочки. Теперь смотрите, я отключаю то, что у меня была подножка, она мне больше не нужна. У меня получилась девчонка. Притом, несмотря на то, что вы видели, девочки у меня были модели, красивые, все равно вот они кривости там все пошли. Сейчас я их буду выправлять, потому что, вот видите, она такая корявая ножка, а ножка у меня должна быть не корявая, ножка у меня должна быть красивая, никакой корявости мне не нужно. Так что сейчас буду аккуратно все править. Я с нее только забрала основные формы, то есть это как ну, облегчение, да, приближение к реальности для того, чтобы действительно вот оно такое было. Но это не гарантия того, что у вас все красиво и аккуратно. все равно потом ваш художественный вкус он должен себя проявить и вы должны как-то это все привести. Вот видите, рука туда ушла и это, мягко говоря, не очень красиво, поэтому вот здесь вот тоже вот эта точка, говорят, выглаживать надо, убирать лишние точки. Вектор любит маленькое количество точек. Чем меньше точек, тем более стройное, четкое, понятное, лаконичное ваше изображение. Есть такая вот особенность. Есть инструмент выглаживания, очень я его люблю, оно помогает пригладить всякую ненужную шероховатость и сделать ее уместной. Смотрите, как он раз и выкрутилась. Так, ну что, смотрим на девчонку. Я так понимаю, что зря я заузила голову, потому что сейчас девочка пойдет вся на заужение, несмотря на то, что мы ее забрали с реальностью. Теперь смотрите, вот она моя нога. Так, достаточно массивно смотрится, несмотря ни на что. Вот, мы ее вставим и ее сейчас раззеркалим. Посмотрим, какая у нас получится сейчас девчонка. Так, по руке, по руке она должна быть чуть больше. Размер руки равен размеру лица. Если вы так ее приложите к себе, она будет равна. Тоже об этом не надо забывать. То есть, несмотря на то, что вы там что-то делали, скопировали, надо помнить. Вот у меня получилась девчуля. Могу сейчас ее залить белым цветом, возможно, будет лучше. Понятно, что у меня получилось. Так, белым цветом. Вот, вот такая девчонка. Сейчас это мы поместим назад. Тоже надо грамотно еще раз ставить. Это пример работы вектор. Это не обязательно, что вы так должны делать. Это мое такое в чем-то ноу-хау, в чем-то повтор, как бы известных всех принципов марионеток и всего прочего, о том, что можно еще куколок делать подвижно. Теперь смотрим. Я понимаю, что голова должна быть более вытянутой. Вот в целом просто на девчонку по пропорциям смотрю. Что я могу сделать? Я могу теперь ее померить. Соответственно, как я могу ее померить? Поставить рядом головы и посчитать. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Даже восемь с половиной. Вообще хорошо. Хорошая девчонка получилась. Прям вот восемь, а вот эта половинка это наш с вами каблук, который она носит прямо отлично. Так, начаться. Хочу я ее сделать чуть-чуть похудее. Вот так. Слишком субтильная получилась. Чуть-чуть. Вот, так получше. И ножки более-менее. Так, и ручки смотрятся длинноватыми. Мы будем делать девочку на девять голов. Это такая своего рода классика. Как мы теперь ее можем удлинить? Вот, смотрите, пошло наше полное отличие от рисунка от руки. Там вы этого не сделаете. Я теперь выбираю. Удлинять будут только ноги. Удлинять будут только ноги. Выбираю нижние части и их удлиняю. ни в одном рисунке от руки такого дикобразия вы не увидите. вот вектор пожалуйста. Видите, ноги ей тяну вниз, они у меня удлиняются. Так, я бы еще вот эти точки немножечко бы поправила, чтобы она такая все-таки как обычный круг бяч вот такая кривоножесть здесь немножко получилась. вот она как раз мне нужна. Вот так хорошо, хорошо. Вот у меня получилась девчонка. Значит сейчас возможно она не совсем понятно смотрится как-то ой-ой-ой. Что я могу с ней сделать? Смотрите первый шаг. Потом отдельно буду показывать как можно покрасить кожу. Но сейчас покажу первое чтобы вы ее признали и поняли что она как бы все с ней хорошо. все у меня правильно получилось. Смотрите вот она моя девочка. Вот она моя основа с которой я могу рисовать. Вот здесь можно поправить точки талии. как раз хорошая проверка заливки. Смотрите во-первых рука очень близко вот эта прилипла. Сейчас мы ее отодлили. Видите есть. И потом вот эти точки талии они не очень хорошо стыкуются между собой. Соответственно раз они не стыкуются значит их надо поправить. Приближаем максимально и вот это место сейчас мы немножечко изменим. Какую нам даже точку лучше правильно подумала чтобы она была более мягкая. Ну что вот это так вот здесь ножка вырезала у нас надо убрать. Вот таким образом. Все равно талия будет четко обозначена но она будет намного мягче. мы еще раз ее сделаем и посмотрим. Так и вот плечи мне не нравятся. Что то тут не то. Во первых рука не будет так стыковаться нам нужны ее вот эти точки опустить. Вот эту точку сейчас мы будем опускать и вот и вот так и тут у нас вот это получилось ерунда вот оставим а вот здесь надо поправлять соответственно что мы можем править мы можем править либо основу либо плечо давайте поправим плечо так чтобы девочка не была сильно плечистой мы сейчас ручки чуть-чуть то есть видите я как бы собираю девчонку в зависимости от своих предпочтений как мне лучше то есть в идеале вот у меня получается такая вот бежевая красотина это мы строим с вами только основу на которой мы будем работать вот смотрите давайте уже смотреть да вот она талия вот они ножки на них уже можно рисовать туфельки все остальное тонкие ручки руки можно нарисовать по-другому и сейчас я еще заужу шею потому что она не очень хорошо получилось и вот эта рука мне не устраивает она чуть-чуть дальше от туловища чем другая так шею заужаю и сейчас вам буду показывать а зачем же мы так мучаемся и все зачем нам вся эта марионеточность когда можно было просто нарисовать девочку и на нее влепить любую одежду а это нам даст сейчас возможность с вами сразу имея одну вот эту вот красотку на нее формировать различные позы так так вот вот моя девчуля отлично и теперь смотрите да да учтите что будет еще лицо будут волосы будет поза которая это будет все нивелировать и будет это все смотреться хорошо но базу мы уже сделали я сейчас сохранюсь это кстати надо запомнить прием сохраняться так я буду сохранять папочку у меня здесь есть векторная куколка куколка отрисовка отрисовка сохранить так и я открою помните я вам говорила что у меня много девочек в разных позах вот сейчас мы этих девочек и откроем ну во-первых начнем с классики девочка которая идет а я не туда щелкнула так открыть с помощью adobe иллюстратор давайте возьму 5-6 поз сейчас я посмотрю что у меня получается так вот такую девочку надо что-то с широко стоящими ножками сейчас просто открываю девочек в разных позах и мы из нашей куколки сделаем все эти позы вот это мне понравилось девчонка необычная поза но она такая очень опасная ощущение что она падает в этом плане девчонка опасна вот это красивая поза так ну давайте еще одну и достаточно это вот классика как они идут одна ножка впереди какая вот у нас классическая поза девочка стоит рука на бедре так сейчас покажу принцип потом используя этот принцип можно уже творить все что вам нравится так открываем нашу куколку и в нее сейчас закину все фотки в этот файл так они нужно закрываем буду показывать как формировать из нее позы видите сколько девочек столько и вариаций вот это кстати девчонка очень хорошая для рисунка кожи ее прям надо сохранить итак нам нужно будет 5 поз хорошо что я сейчас делаю я создам сейчас 5 5 листочков вот это нам не нужно потому что мы ее потом покрасим нам надо видеть так 2 3 1 2 смотрите как здорово не в одном рисунке от руки вы не сможете так быстро откопировать нужное количество девчонок а тут пожалуйста так первая девочка пойдет сюда и здесь будем выставлять в пузо я вам сейчас покажу тоже принцип контрапоста куда же без него так еще одну девочку поставим сюда то есть мы сейчас девчонок будем позу собирать уже пропорции мы трогать не будем мы уже сделали у нас пропорции 1 9 мы ее вытянули вы видели как вы потянули ножки так давайте эту девочку сюда так эту девочку сюда эту вот в конец потому что она такая вся подучая летучая и вообще ее очень тяжело собрать но мы ее соберем обязательно пока еще без волос да вы это учтите что немножко это будет сейчас смотреться так скучновато потому что нет волос так это надо отрезать все лишнее вот ну все мы готовы начинаем с первой девчонки эту я сейчас отстраню чтобы она нам не мешала сосредотачиваемся на этой то мы будем делать значит смотрите у нас есть линия плеч вот и она здесь у нее под небольшим наклоном сейчас я обозначу чтобы было понятно то есть как бы знание анатомии вам все равно нужно знание принципов рисунка но все равно никто не отменял вот они наши бедра вот она наша талия и вот так у нас идет так называемый S-curve линия S-curve вот от веревной ямочки через центр сюда и вот она вот сюда вот так убегает к щекотке и к щекотке она приходит надеюсь что видно сейчас попробую другой максимально контрастный цвет взять чтобы было прям яренько видно да вот хорошо видите как соответственно наша вот эта девчонка ей нам нужно то же самое сделать то есть наклонить плечи наклонить талию бедра как мы это будем делать я сейчас сначала начинаю качать с плечей качать буду от еремной ямки нужен инструмент поворот вот от этой точки я ее значит качаю туда соблюдаю наклон здесь наклон здесь наклон дальше мне нужно выбрать только ноги и бедра вот эту нижнюю часть вот и качнуть соответственно другую сторону от пупка так мне все выбралось сейчас буду выбирать обязательно выбрать все вот таким образом сюда вот у нас были куколки кстати очень похоже вот сюда мы качаемся видите теперь нога вот здесь у нас должна с вами пройти прямая линия которая придет к щиколотке через еремную ямку через вот эту точку у нас она должна пройти соответственно сейчас будем ее ставить ставим сначала одну ногу потом будем ставить вторую ногу поочень длину торопиться не надо так ставим сначала одну ногу вот она у меня пришла теперь вставим вторую ногу так раз два три она у нас уходит сильнее туда видите перекрывает и теперь мне нужно от коленки ее туда прокрутить вот так смотрим чтобы девчонка не падала если падает то ногу надо еще двигать заднюю падает не падает вроде бы нет но я еще чуть-чуть сейчас докручу прям чуть-чуть вот так вот так оно точно не падает ручки можно посильнее отвести можно оставить так как есть отвести сюда а вторую руку сейчас я сильнее сделаю соответственно вы таким образом прям выставляете позу у вас получается девчонка на которой можно рисовать так и вторую пок осталось на бедро нужно перерисовать руки можно перерисовывать не нужно перерисовывать руки можете не перерисовывать здесь это все сейчас я подправлю тоже немножко это все подвинем чтобы оно смотрелось гармонично у меня видите вылетели вот эти точки от ножек мы тоже немножко уберем чтобы они не мешались вот соответственно девчонка встала вот таким образом то есть мы эту позу перетащили сюда немножко я руку сильнее отвела если я хочу ее как сделать как будто перспективно потому что она же не просто ее в сторону отвела она ее еще туда за себя увела соответственно получается перспектива вот теперь давайте посмотрим как это будет выглядеть голову головы нам уже не нужны девочка раз девочка два и зальем ее цветным цветом вот она моя девчонка могу на ней уже рисовать немножечко мне не нравится вот это место в плече могу ее немножко поправить таким же образом делаем все остальные позы у вас уже получилась девчонка которая стоит в нужной позе при этом вы ее заново не перерисовывали а вы просто ее собрали эту девочку намного проще будет сделать нам нужно увести одну ногу назад при этом там как бы выкручивание в две стороны она уходит здесь назад здесь так и эту ногу мы перекрываем сверху при том целиком ничего не сгибая она будет у нас вот так вот и еще немножко нам надо бедра шатнуть для того чтобы она у нас стала бедра немножечко зашатаем для того чтобы получился правильный эффект раз можем обе ноги сейчас тоже обратно опа можно даже ее усилить эту позу сейчас покажу каким образом у нас нога должна перейти через линию веревной ямки через вертикаль вот эту соответственно мы можем ее таким образом протонуть сильно вот и будет девочка руки у нас свободно вот эту можно немножечко в сторону отвести не люблю рисовать вот такую руку она немножко кургуза смотрится как будто бы вот такой прям крючочек много раз я пыталась ее рисовать получается крючочек поэтому вместо нее рисую все-таки ручку особенно в иллюстраторе когда есть такая возможность можно спокойно отрисовать любую ручку для того чтобы и все тонкие детальки будут видно все-все-все у вас будет хорошо проглядываться сейчас я поправлю чтобы у меня получились девочки с фотографиями так вот это одна девочка вторая то есть вот она поза вот мы ее выставили так вот здесь только единственное надо назад брать последователь инструмент вот она у меня хорошо встала так еще одна поза здесь тоже смотрите плечики и бедра пошли в разные стороны next вот в cut это мой перфекционизм лезет обращайте на это внимание нужно чтобы все было распределено правильно на правильных местах чтобы вот оно все стояло где стоит это бывает не лечится это надо просто пережить так здесь был значит плечи так вот у нас идут соответственно мы делаем наклон сейчас я вам показываю мы с вами не меняем никакие части а можно же голову еще нарисовать три четверти да и и сейчас не могли бы теперь выбираем бедра теперь ножку мы вот эту заводим назад а вторую в передний план 2 нам надоем так немножко отвести здесь не чуть-чуть в коленке подвинусь хорошая поза для рисунка всяких красивых платьев как раз вот они бедра они прям бедра немножечко она у меня падает поэтому сейчас немножко голову повернем почему падает девочка давайте смотреть потому что кто-то не даем так вот сейчас мы отвернем она не мешает бедра выворачиваем сильнее и руки ставим на бедра здесь видите поднимается вот этот плечевой сустав но такая все живая и подвижная здесь тоже сейчас эту часть немножечко поправим чтобы ничего там никуда не вылезало можем ее укоротить если понимаем что рука идет в перспективе можем еще и кисть немножечко повернуть каждый кусочек это зависит полностью от нас как она будет стоять это сделаем здесь делаем то же самое усиливаем так вот так вот у нас встала девочка мы еще и движением головы усилили позу хотя здесь вот тут голова на встречат мы оставили ее фаз теперь мы ее копируем и поставляем здесь фигуру для того чтобы она красиво соединилась видите здесь чуть-чуть совсем получилось мы можем потом поправить чуть-чуть совсем точку для того чтобы она встала так раз и два если здесь рука там тонковата будем уже смотреть и можно на нее уже одевать красивую одежду в зависимости от того что это будет комплект белья или еще что но сейчас я хочу обратить внимание на то что мы не прокрасили с вами кожу и буду этих девочек делать уже много очень я думаю что принцип понятен и достаточно для демонстрации этого достаточно вот соответственно как нарисовать по какому принципу как совместить и все сделать вот я вам показала рассказала на наглядном примере конечно же если вы хотите эту девочку на долго срок брать ее нужно очень-очень детально проработать сделать ей все элементы очень гладкими очень послушными девочек может быть много и я отдельно потом покажу вам как из одной девчонки сделать девочек разных пропорций чтобы она была девять голов чтобы она была семь с половиной голов чтобы она была соответственно 10 голов если вы хотите еще одним из мы здесь уже это редактировали я вам следующий раз покажу как еще это можно сделать а потом уже будем заниматься кожей волосами и всем остальным на сегодня все пробуйте рисуйте повторяйте это классная удобная техника которая позволяет экономить время понимать анатонию понимать основы движения она основана именно на человеческом теле потому что наши суставы это места подвижные вот и мы практически изобразили такую суставную куколку которая позволяет двигаться все я на этом заканчиваю всем пока пока будут вопросы обязательно напишите подписывайтесь на канал потому что будет еще много всего интересного и позитивного пока пока пока